Привет всем большим и маленьким любителям посылок из Китая. Сегодня ко мне приехала вот такая небольшая посылка. В ней находится SSD-диск. Заказывал я его в Китае приблизительно за 19 долларов. Емкость диска 120 гигабайт, что в общем-то в большинстве случаев достаточно для установки на него системы. Производитель этого SSD E-GET. Модель называется S500. Trim Support SATA 3 до 6 Гбит в секунду. 2,5 дюйма. Я вижу, что не 120, а 128 Гбит. Видите, здесь такая вот наклеечка. Ну да, здесь начинается 128, 256, 512, 1 терабайт, 2. То есть именно на 120, видимо, не делает производитель. Гарантия 3 года. Это, естественно, TLC-диск. Диск, но у него достаточно большой буфер. Буфер отвечает за скорость. Скажем так, в начале, если вы записываете информацию на диск, то он пишет достаточно быстро. Ну, если вот этот буфер, этот самый, загружен, то скорость записи падает. В общем, первые там где-то две трети, по-моему, он пишет быстро, и если этот буфер забивается, если он небольшой у диска, то в конце ёмкости диска скорость может падать. Вот у этого диска вот этот буфер достаточно большой и обещает работать достаточно бодро и быстро. Так, инструкция здесь малоинтересная на китайском языке. А, есть и английский язык. Быстрая инсталляция. Вопросы и ответы. QR-код и адрес сайта производителя. И его адрес. Шинчжэнь, Китай. Что, в общем-то, вполне ожидаемо. Вот сам диск. Вот ещё знак качества, что прошёл какую-то проверку. Упакован 29 ноября 2018 года. ПАС пройдено. Вот так упакован сам диск. Такой ещё пакетик. Это алюминий. Да, это тоже алюминий. То есть алюминиевый корпус. Очень симпатично выглядит. В комплекте нет никаких винтиков. Ну, их можно использовать, собственно, от того жёсткого диска, который вы будете заменять на этот SSD-диск. Ещё раз упоминание о ёмкости. Серийный номер. 2,5 дюйма S500. Я планирую его установить в Net-Top, чтобы взбодрить его работу. Вот такой Net-Top. На Селероне. Двухъядерном, по-моему. Вот модель Net-Top. И здесь был установлен жёсткий диск, но достаточно старый. Я сюда поставил диск. Он работает очень медленно на нём. Вот сейчас я его уже вытащил. Жёсткий диск. Это просто крышка. И вот на место, освободившееся от жёсткого диска, буду ставить сюда этот SSD-диск. Ставится он просто. Аккуратно сюда его заводите и задвигаете, чтобы SATA-коннекторы защелкнулись. В целом, по процессору данный Net-Top достаточно бодрый. Работает довольно-таки неплохо для офисных задач, для ютуба, для просто браузинга в интернете. Работает всё достаточно неплохо. Но вот этот старый изношенный жёсткий диск, он, в общем-то, был таким самым неприятным местом. И работать было некомфортно именно из-за жёсткого диска. Сейчас всё будет замечательно. Здесь установлено 4 гигабайта оперативной памяти, что достаточно. Проц весьма бодро работает, на удивление. Здесь также я заменил Wi-Fi модуль. Установил сюда Wi-Fi модуль во-первых, два диапазона, которые я приобретал примерно за 8 долларов на Алиэкспрессе. И при подключении на частоте 5 гигагерц в общем-то всё очень-очень-очень быстро работает. Также налепил я сюда, видите, дополнительно небольшие радиаторы на трубку прямо охлаждения. Ну, это может быть на пару градусов это снизило температуру, но она без того была невысокая. То есть процессор здесь не такой горячий. Процессор, насколько я помню, называется Celeron 1037U. И сейчас мне предстоит установить сюда систему и прогнать тесты, посмотреть, какая скорость у данного SSD-диска. И вот только что завершились результаты теста. Скорость на запись у моего нового SSD-диска 326,2 и скорость записи 278,5. Учитывайте, что у этого мини-компьютера, к сожалению, только SATA-2 контроллер, поэтому все это не на полную мощь работает. Но, тем не менее, по сравнению с жестким диском результаты достаточно хорошие, потому что жесткие диски обычно в районе 50 Мбит показывают, а здесь 326 и 278, то есть практически 300 на 300. Соответственно, если у вас SATA-3 и SSD будет работать на полную, то будет действительно где-то 460-480 Мбит в секунду. Вот такой вот SSD-диск E-GET. Вот он синий. Очень-очень симпатичный. Всем рекомендую. Ссылки внизу в описании к этому видео. Всем спасибо за просмотр. подписывайтесь вот здесь вверху на мой канал. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры